Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это последний выпуск нашей карьеры. За Барселону, сразу вам в начале спойлер такой дам, мы заканчиваем карьеру сегодня за Барселону, ну, за Барселону мы уже выпуска два назад закончили, предыдущий был посвящен началу чемпионата Европы за сборную России, вот, сегодня мы, естественно, закончим либо в первом же матче, либо еще дойдем там до болфинала и финала, то есть три матча максимум у нас может быть сегодня, так что мы заканчиваем сегодня всю эту нашу карьеру за Барселону, и готовьтесь к стримам, которые будут у нас на канале раз в неделю, сразу вас предупреждаю, в роликах буду в ближайших это говорить, по субботам мы будем проводить с вами стримы, пока что я вам говорил на самих стримах и в роликах об этом, будет где-нибудь, наверное, две карьерки по стримам, как-нибудь их разбросаю, там по очереди, первая карьера это будет за Манчестер Юнайт, это именно стримовая, там мы будем действительно много матчей отыгрывать, и наша задача будет это взять Требл в один сезон, в первом сезоне, естественно, это не получится, потому что Лиги Чемпионов Манчестер Юнайт не участвует, а участвует только в Лиге Европы, так что второго сезона, скорее всего, а вторая карьера это будет, это чисто регионами взять Лигу Чемпионов, постараться, потому что мы за Соффорд вроде, вот, было у нас два Регина, это Хукс, если я не ошибаюсь, и Уайт наш вратарь, так что мне кажется, у нас должно это получиться, мне кажется, это тоже будет интересно, также будем симулировать, поэтому сегодня мы завершаем карьеру за Барселону, за сборную России, все, уйдем мы из сборной после этого матча, ну и стартуем мы с матча, я бы, конечно, мог бы второй состав выпустить, но тут у меня, ребята, посвежее, так можно сказать, здесь у меня прям все, поэтому начнем первым составом, хоть у меня он и уставший, против Германии это будет вообще сейчас очень тяжело, легендарный уровень сложности, стадион Ханкук, пасмурно, поехали. Итак, четвертьфинал Чемпионата Европы, сразу нас вот так вот закинули, потому что вроде, ну не полностью он официальный, это турнир, видите, Европе он чемпионшип, там всякие чемпионс, вот, чемпионшип, да, написано, поэтому здесь неофициальным, как в Pro Evolution, например, там вот чемпионат Европы говорили, что будет официальным, но он из-за коронавируса перенесли, поэтому сразу вот в четвертьфинале, нам повезло, в четвертьфинала никакой одной восьмой нету, поэтому для нас это сразу неплохо, мы доходили до четвертьфинала Чемпионата мира со сборной Италии, вылетели, я не помню от кого, если честно, вот, поэтому сегодня мы играем против немцев, немцы, обладатели Кубка Конфедерации 2017 года, обладатели Чемпионата мира 2014 года, поэтому мы посмотрим, как все-таки против них у нас получится сыграть, в центр на Романа Зобнина, отлично, Миранчук, Черышев, Черышев 1-0, мы выиграем сборную Германии, 79-ая минута, Денис Черышев открывает счет в сегодняшнем матче, как сейчас действительно очень грамотно, мы все раскатали, очень аккуратно здесь, и аккуратно еще и в нижний угол пробивает Денис Черышев, давайте Федора Смолова я выпущу, так сказать, свежего нападающего нам, друзья, мы сенсационно обыграем сборную Германии, минимально Денис Черышев забил 1-11 гол в этом матче, на 79-й минуте мы побеждаем, ну и замечательно, у нас будет сегодня второй матч, полуфинал уже чемпионата Европы, сборная Испании обыграла Бельгию, так что здесь теперь Англия, Голландия, Франция, Польша нам осталась, может быть из соперников, я бы хотел действительно, чтобы Голландии либо Польша нам попались, но мечтать не вредно, ну что ж, друзья, у нас в полуфинале чемпионата Европы сборная Испании, вот это вот уже интересно, я так понимаю, это мои, да, у меня все игроки причем восстановились, так что хорошо, мы даже в неполную силу играли с немцами, у нас не были готовы, ну что ж, повторим, я надеюсь, чемпионат мира в России, так, полуфинал чемпионата Европы 2020 года, это только у нас, возможно, в реальной жизни будет чемпионат Европы 2021 года, снова сборная Испании, наш соперник по 1-8 чемпионата мира в России, вот, но посмотрим, Марио Фернандес, Сауль, ой-ой-ой, здесь главное сейчас аккуратно, Асенсио, Асенсио с мечом, нет, ну это что такое, это просто первый же момент у испанцев, они забивают, немцы вообще не смогли ничего создать, где оборона-то сейчас моя, которая играла просто замечательно против немцев. Итак, у нас второй тайм, я думаю все-таки менять, наверное, Бакаева, потому что, ну, ничего особенно он не показывает, только вот не знаю, кого выпускать, давайте Смолова попробуем справа, он увидел Смолова, которого только что мы выпустили, а Смолов видел Миранчука, Миранчук проходит Жераро Пике, и Чалов сравнивает, вот она связка из Барселоны моя, забивает сборной Испании, отлично, 1-1, в каждом матче на чемпионате Европы мы забиваем, очень сейчас хорошо получилось против Пике, Миранчук замечательно отыграл правой ногой, посмотрите, Миранчук левша правой ногой отдал на Чалова, который забил левой ногой, хотя тот все-таки правоногий футболист, вот, ну и Федор Чалов забивает свой второй уже мяч на чемпионате Европы, отлично, только вот оставалось мне Смолова выпустить, и вот предголевой паст, так сказать, именно он отдал, и два практически одинаковых гола мы сейчас забиваем, снова Миранчук, и снова Началова отдает прострельную передачу, и 2-1, 2-1 дубль забивает Федор Чалов во втором тайме, очень хорошо сейчас было разыграно, кто-то там Карвахаль вроде рук, нет, Карвахаль как раз не поднимал, там Пике, Рамос поднимали, но именно Карвахаль здесь задержался, и сейчас-то уже Чалов с правой ноги забивает, третий свой гол на чемпионате Европы, и второй испанцам, 2-1 мы выиграем, друзья, все, друзья, мы проходим испанцев, как и на чемпионате мира, нас ждет финал чемпионата Европы, и здесь мне уже действительно интересно, против кого, ну здесь либо Голландия, друзья, либо Франция, скорее всего против французов будем, ну что же, доигрываем мы последний матч, сейчас узнаем против кого, Голландия либо Франция, ну французы, да, французы нам попались в финале чемпионата Европы, отыгрываем финал, там за Лингли отступные выплачены, Манчестер Юнайтед его забирает, мне сейчас это вообще не сильно важно, все, давайте я даже с первых минут выпишу Смолова, мне очень понравилось, как он отыграл, именно с ним, хотя здесь у меня Миранчук есть, Антон, давайте лучше его возьму, ну что же, сборная России против сборной Франции, интересный будет матч, это финал чемпионата Европы, сборная Франции уже два, ну, два турнира подряд попадает в финал, чемпионат Европы 16-го, чемпионат Европы 20-го, да еще и на чемпионате мира, 2017-го они тоже попадали в финал, и вот как раз они выиграли, ну что же, посмотрим, как сыграем против французов, итак, замечательный стадион, Олимпик, наверное, все-таки, на Лужники чем-то похож, действительно, сборная России встречается против сборной Франции, сегодня у нас финал чемпионата Европы, мы дошли, выбили немцев, выбили испанцев, ну и теперь французы нам остались, надеюсь, ни по чем нам будет, главную футбольную сборную на данный момент, Пагба упала, и что это, пенальти, вы серьезно? Окей. И мимо Мбаппе промахивается, для них-то сейчас это как раз, для Мбаппе может быть все и решится сейчас, благодаря тому, что Мбаппе промахнулся с пенальти, потом будет многие говорить про эту его ошибку. Головин. Чалов. Чалов забивает на 90-й минуте в финале чемпионата Европы, друзья, 90-я минута, и сборная России выходит вперед, кто опять это все начал, это Смолов, мы выпустили Смолова против испанца во втором тайме, благодаря тому, что он был на поле, мы сравнялись, во-первых, там предголевой был пас, и здесь снова предголевой пас, Федора Смолова на чемпионате Европы, еще и в финале, и Чалов забивает в очень важных матчах, забил 2 испанцам, забил сборной Франции, 4 мяча на его счету, и 90-я минута, причем, друзья. Сборная России становится, друзья, обладателем чемпионата Европы, наш первый трофей за сборную под руководством, ну, именно в карьере за тренера, это замечательно, это замечательно. За сборную Италии нам не получилось дойти даже до финала, мы дошли до четвертьфинала тогда, так что, все у нас супер, если я сейчас, я не хочу скипать, я хочу посмотреть, все-таки еще и награждение, вот. И вот, Марио Фернандес будет поднимать трофей чемпионата Европы, кубок, замечательно, мы видим. И тишина на трибунах. Марио Фернандес, натурализованный россиянин, который все говорили, зачем нам это надо, ну, вот именно Марио Фернандес поднял этот трофей. И все замечательно, друзья. Вот так вот, замечательно, мы подытожили, мы все выиграли с вами, чемпионат Испании, кубок Испании, суперкубок Испании, Лигу чемпионов за Барселону, и вот здесь еще и выиграли чемпионат Европы. Ну все, дальше мы не будем смотреть, так понятно, Чалов, просто звезда, действительно, не зря мы его подписали в Барселону. И все, сборная России становится обладателем чемпионата Европы, на этой замечательной ноте мы завершаем нашу карьеру за Барселону, друзья. Пишите в комментариях, за какой клуб вы хотите, чтобы мы начали карьеру в следующем уже сезоне, там, я не знаю, еще думаю, либо про Эволюшн покупать все-таки, либо FIFA 21, так что пишите в комментариях. У нас остался, получается, чемпионат Англии, чемпионат Франции и Бундеслига. В чемпионате Италии мы отыграли с Ювентусом, в Барсе мы отыграли в чемпионате Испании, так что все. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр, за то, что были все это время с нами. С вами был Андрей, канал Футбол.Тажидо. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok